Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем цикл мультиплеерных боёв из Total War Warhammer. Ваше внимание, предлагаю бой 2 на 2 за Империю. Играла совместно с Ягмортом, он также за Империю, против нас чувак под ником ММ за гномов и DragonRus83 за Империю. Ренегат, который присоединился к гномам, и за ним был выслан карательный отряд. Посмотрите на наши составы, это Димми Грифы, и у меня, и у Ягморта абсолютно одинаковый сетап. Ну, я не знаю, наши противники ожидали такое увидеть или нет, но гном набрал очень разношерстную пехоту. Здесь и специалисты по борьбе с чудовищами, и полно огнестрела, и антипехотные подразделения. Карта Голборас. Ягморт сразу начинает атаку, надо было как можно меньше давать нашим. Противником времени на раскачку, и решаем, что он пойдет через гору, пригорок, а я ударяюсь в центр. Или, по крайней мере, делаю вид, что ударяюсь в центр. Шанс у нас процентов 45 на победу, 398 у нас, подразделение у них 1089, и полно еще к тому же арты, которые, видите, очень неприятно начинает по нам долбить. Бой шел 13 с половиной минут, грубо говоря. Довольно долго для мультиплеера, но и сражение получилось мега эпичным и упорным. Для боя на димми-грифах Шикарное отражение. Здесь я разворачиваюсь, потому что вижу, что долгобородые молотобойцы стоят вот здесь вот у гнома на передней фланге. И они запросто могли вместе с артой перерубить моих димми-грифов, встретив их вулу, поэтому смещаемся на гору и ударяем им с фланга. Арта очень неприятно долбила, плюс стрелки, и игморт сразу же начинает. Атаку, видите, по нему стреляют, правда димми-грифы не падают, но это замедляет удар. Ну и пошли. Огнеметы гномов, тяжелое оружие. Мой удар сверху. Прием, кстати, мы в тяжелых мечников. Они практически бессильны против димми-грифов, у них нет оружия, способного их остановить, но есть карта сзади, которая помогает. Видите, стреляет в паровой танк, у имперца. И каждый выстрел для нескольких трупов димми-грифов. Карл Франц в своем грифоне. Димми-гриф, кстати, переводится как полу-гриф. Но нет крыльев. Грифон очень сильно дамажит по нашим отрядам. Взваливается командир эйвморта. Мы не взяли Карл Францов, но взяли рыцарей на грифонах, командиры. Это дешевле, и получается, что мы практически в ноль выходим по отрядам димми-гриф. Экспериментировали разные составы до боя. Серьезные потери несем. Причем у противника было 4 отряда димми-грифов у имперца, у дрэгон. 83 рус. И они были серебряные, то есть 5-кратный опыт он поставил. И 5-кратный опыт поставил своим тяжелым мечникам. Но он никак не ожидал, что такая толпа димми-грифов в этом бою. Вот и вражеский командир на своем серебряном, частично позолоченном троне. Некогда называют золотой униказ. Наши командиры здесь атакуют их арту. Правда, Карл Франц пытается прикрыть вражеский. Очень жесткая. И метчиков гномов раздают. И долго стоять было нельзя. Надо было отходить и постоянно двигаться. И если завязли, считайте, что все хана поиграли. Вот здесь сколько тел димми-грифов. Это не наши, это погибли здесь и в том числе и вражеские. Но Эгморд потерял очень много армии к этому моменту. У него оставались буквально остатки. И командир. Ситуация складывалась далеко не в нашу пользу. Еще один удар. Это уже мои скачут. Карл Франц. Снова вклинивается. Он очень опасен. С ним долго стоять нельзя в окружении. Конечно, здесь надо было командир на командир нападать. Но у меня был стиль. Погнулся бы у Эгморта наполовину раздамажен. Падают. Вести димми-гриф за димми-грифом. И нас все меньше и меньше. Довольно организованно они играли. Но новый удар прокидывает гномов. И пока они встают на грифы, их лапами клевыми. Боюта разрывают. Ну и долбанный паровой танк продолжает с другого конца карты. Видите, он настреливает. Стоит и стреляет. И каждый выстрел это несколько трупов. Отходим. Командир у меня к этому моменту, по-моему, героически уже погиб, сражаясь с вражеским Карл Францем. Но он там с одной опилки достал. Четверть хп у меня оставалось. И сзади, накидывшись, предательским образом снимает моего грифона. Но жив еще командиру Эгморта раздамажен наполовину. Вот они как раз и схлестнулись. Подзад получает Карл Франц и пытается взлететь. Я снова бью. И тут же отхожу, потому что вязнуть в рядах гномов. Видите, к чему приводит. Угибает сразу гимми-гриф, который там застрял. Здесь безумная гонка. И Карл Франц пытается скрыться от командира Эгморта. Я разворачиваюсь и... Баю. 50 на 50 шанс. Он думал сначала, что я буду бить по его тяжелой пехоте, но потом я разворачиваюсь на стрелков, и он вынужден меня уже догонять. Прокатываю дальше и набегаю на тяжелых мечников, которые остались без защиты у имперца. Ну и с тыла. Мачу Эгмор тем временем убивает, по-моему, Карл Франца вражеского. Это его командир остался единственным излетающим. Ну и вот, химми-гриф сжирает тяжелых мечников. Имперца, и он остается только с одним своим паровым танком, который, кстати, может уложить очень много грифонов. Вот так, безбадая просто в ближнем бою. Ну и вижу, что гном сзади набегает, поэтому вынужден наступать, просто пробегая дальше. Расцепную разбегаемся. Сложнее было фокуситься на чем-то конкретном. Да, и законтрить воровой танк, но это не так-то просто. Ну и плюс, гном на своем золотом троне, который убежал. Остатки карательного отряда против гноми-армии и правого танка. Римми-гриф просто гнома затоптал, правда он поднимается. Наскорость не ударил. Неладей запускает дрэга на ошибку. Он оторвался от гнома, думал, что все, мы отступаем, бежим. Просто перегруппировались и... Решил нас добить в одиночку. На одном паровом танке. А в принципе это было и нужно, чтобы гном его не прикрыл в этот момент. Специально его оттягиваем. Ну я говорю игморту, чтобы он проотковал своим грифоном, а я ударил зими грифами его с боков. Надо было зажать его и можно было в принципе разобрать. Вот он как раз приземляется, начинает его грызть задницу, а он как раз там уязвимый всего. И бьем со всех сторон. Смотря на потери, надо было с этих танков разбираться. Он был сам опасным. Противник поставки. Наспевает веном, хотя бежит сзади. Но здесь виноват и вберет, что он его бросил и сам понесся за славой вперед. Бегут у меня грифоны, видите, достаточно серьезно дамаж по ним, попадаясь. Но тем не менее мы разбираем его. Ну и остается гном. Остается гном и еще 3 минуты до конца боя. Вот шансы наши уже выросли, процентов 70. Но у меня нет командира, и поэтому зими грифы уже колеблются и устали. А у Ягморда есть командир, но нет практически армии. Вот такая вот патовая ситуация. То есть нужен был один мощный удар, чтобы они дрогнули и побежали. Ну и здесь выстраиваемся. Надо было отдохнуть. Гном тоже не шел вперед, он встал в оборонительную позицию и решил подождать. В общем, решаем, что Ягморт будет бить с горы, так как у него меньше осталось войск, чем у меня. Видите, у него несколько отрядов, и все практически по нолям. У меня где-то процентов на 30, на 40. По численности остались отряды демигрифов, но, повторяюсь, не было командира. Тяжелый был бой. Я даже не знаю, из-за кого он был более тяжелый, из-за имперца или из-за гнома. Мне кажется, все-таки больше из-за имперца. Во-первых, у него демигрифы серебряные очень много побили. Во-вторых, паровой танк. Очень многих вложил. Ну, по результатам боя посмотрим. По-моему, гном не так много и убил. Ну, вот он встал. Защитную позицию, как он считает, у него остались его ящеры с огнеметами. Остались тяжелые пехотинцы, молотобойцы. Ну и, конечно же, командир. Такое ощущение, что гномы стоят со щитами. Это колеса, вы знаете, у этого трона. Ждем, отдыхаем. Повторяюсь, нужен был один удар. Победа или поражение? Победа или смерть? Продолжение следует. Нет, я разгоняюсь и одновременно бьем. Подкрадываются деммигрифы и пошли на разгон. Со всех сторон. Стреляет он огнеметами, ягморт принимает первый удар, но... Продавливают. Мои подразделения с другого фланга и здесь... Начинается бойня в ближнем бою. Дрогнули вражеские войска, разбегаются, ведь и гномы бегут и первого победы. Игморт еще применяет обилку у своего командира, внушающую страх и ужас наколеблющимся уже гномам, и они бегут. Ну вот такой вот был бой первого победы. Очень серьезно, нас потрепали для боя на деммигрифах. Потери были колоссальные. Но, если правильно их использовать, по-прежнему я это утверждаю, они побеждают в любом бою любого противника абсолютно. Если вы, конечно, не врежетесь, начнете в рядах противника устраивать какую-то мясорубку в ближнем бою, не застрянете, а будете постоянно бить, 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 бить любой отряд с нескольких ударов, вы уничтожите. Это подразделение мобильное, надо двигаться, надо принимать правильное решение и бить в нужные места. И вот результаты на ваших экранах абсолютно одинаковые. У нас были с Сигмортом армии. Вот мои тут деммигрифы сколько набили. Сами смотрите. Некоторые отряды очень хорошо, некоторые не очень хорошо. У гнома вообще тут все практически по нолям, чем я и говорил. Вот кроме нескольких отрядов молотобойцев, долгобороды, огненная пушка всего одного достала, железный ящер с своими огнеметами тоже ничего не смогли толком сделать. С троллейбойными торпедами аналогично. Вот, кстати, спрашивал кто-то, как там они будут воевать против деммигриф, а вот так вот никак не будут воевать, они просто тупо им сливаются. Ну вот результаты Ягморта. У него командир побольше набил, тоже все отряды примерно ровно, но погибших было больше. То есть у меня потери были 117, у него 150, о чем я и говорил. У армии здесь приняла основной, наверное, себя удар. Ну и вот у Дрэгона результаты. Карл Франц 9, мечники тяжелые почти ни о чем. Видите, они уже были с пятикратным опытом изначально. И деммигрифы с пятикратным опытом также гораздо слабее, чем наши отыграли, потому что их вовремя окружили и локализовали самыми первыми. Потому что я посчитал, что они, как бы, самые опасные, сфокусировались на них. И паровой танк. Вот он больше всех нам навредил. Я думаю, что у него тоже был изначально пятикратный опыт, но потом он поднял его до семикратного, до золотого. 113 уничтожил. Это не просто каких-то крестьян, это деммигриф он убил, 113. Это вот реальная, наверное, имба. Если знать, что, в принципе, мы взяли одних деммигриф, можно было взять им, допустим, двух имперцев, набрать паровых танков на весь сетап, и вполне они могли остановить их. Хотя я не знаю, если взять деммигриф побольше с лебардами, может быть, и они эти паровые танки и перерубят без прикрытия пехоты и других войск. Тут неизвестно. Он настрелял-то большую часть, когда мы еще носились, бегали. В ближнем бою, как вы видели, мы его без проблем забодали. Не знаю, тут надо, конечно, это все дело тестировать. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Но деммигрифы в очередном бою показывают, что они очень и очень сильные в мультиплеере. Надеюсь, что данное сражение вам понравилось. Если да, не забывайте поставить лайк, подписываться на канал, если еще не подписаны на основной, на дополнительный, вступайте в нашу группу ВКонтакте и оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.